Архангельская область И даже из-за разницы во времени митинги уже прошли, например, в том же Омске Люди собираются и выходят сегодня, чтобы обсудить самые разные проблемы Прежде всего всех, конечно, волнует проблема утилизации бытовых отходов То есть это наш мусор, который мы каждый день выкидываем И что с ним происходит дальше? Едет на полигоны Полигоны отравляют нашу воду, нашу почву И это прошлый век Мы сегодня будем требовать от властей внедрения обязательного раздельного сбора в скорейшем порядке Также мы будем говорить об угрозе строительства мусоросжигательных заводов Опять-таки, это устаревшая технология И мы будем поднимать сегодня эти вопросы Во многих регионах также проблема является вырубка лесов Иркутск, тот же Омск Это тоже, на самом деле, очень большая проблема для нашей страны Сегодня выходили Челябинской, Тольятти на митинги По поводу того, что производство, городские производства Осуществляют выбросы токсичных веществ в атмосферу Люди мучаются, дети болеют Жить никак в нормальных условиях невозможно Вся страна сегодня выходит для того, чтобы рассказать о самом-самом наболевшем Поэтому я очень рада вас здесь всех приветствовать Мы будем собирать подписи под резолюцию Буквально через 10 минут будет организовано место Можно будет ко мне подойти Вы сможете прочитать то, под чем вы будете ставить свою подпись И, соответственно, ее поставить Сейчас я приглашу сразу за мной Будет выступать Сергей Максимов Один из помощников, и так же, как и я Организаторов митинга И он начнет с проблем Конкретно нашего любимого города Санкт-Петербурга Сергей Всем добрый день Вы знаете, у меня, наверное, будет весьма грустное выступление Я хочу вам сказать Что все мы с вами находимся в большой опасности Вот я, вы, все мы вместе Мы постоянно находимся в большой опасности Санкт-Петербург опережает Москву По количеству выявленных новообразований на 100 тысяч человек Город реально болен Особенно сильно пугает темпы роста заболеваемости Среди детей до 14 лет По данным Медздрава С 2001 по 2016 год Количество выявленных новообразований у детей Составило 296 процентов Представляете себе, рост за 15 лет 296 процентов в нашем городе А в Москве всего 69 За то же самое время Количество врожденных аномалий у детей выявленных Рост составил 116 процентов А в Москве 7 Всего 7 процентов Рост заболеваемости астмы у детей выросла на 34 процента А в Москве, вот как вы думаете, сколько? Любое число назовите А в Москве минус 26 процентов Взрослым тоже достается Рост числа выявленных новообразований у взрослых за те же самые годы Почти 100 процентов А в Москве плюс 20 Разница в 5 раз По числу общих заболеваний Наш город тоже превосходит среднее значение по всей России По сравнению с Москвой У нас рост общих заболеваний на 51 процент А в Москве минус 11 процентов Вот не может быть, чтобы мы просто жили с вами в каком-то не том месте Так не бывает И вот я задаю себе вопрос А в чем разница между нашим городом и Москвой? Почему в городе, где больше людей Больше машин Где столько разных предприятий Люди болеют меньше Ну, кто-то скажет У нас другой климат А что, как-то он за последние 100 лет сильно изменился? Нет Все, что изменилось за последние годы За последние 20 лет Это сделали только люди Можете по-разному оценивать вклад Разных факторов В рост заболеваемости Ну, я вот выделю только три основных Которые, по моему мнению, самые важные Первое Это станции сжигания илового осадка Губ водоканал Расположенные к западу от жилых районов В Ольгино На острове Белый На юго-западе Иловые осадки Это то, что остается После очистки канализационных стоков А в них может быть вся таблица Менделеева И вот это сжигают Второе Это постоянное загрязнение наших рек Притоков Невы Химическими сбросами Сбросами предприятий Да даже бытовыми отходами А ведь именно из Невы Водоканал берет воду для снабжения наших домов Третье Это вырубка деревьев Под строительство домов, дорог, торговых центров Даже после Великой Отечественной войны Находились силы и средства, чтобы сажать деревья А сейчас этого почти не происходит Вот буквально сейчас Планируют вырубить 10 галеса Южнее Судольского шоссе Вот кто знает, это здесь рядом Для строительства зданий Особо экономической зоны Новоорловская Хотя там же Есть пустыри И есть промзона Где можно поставить все те же самые дома Не вырубая деревья Вот поэтому мы сегодня здесь Вот поэтому мы должны Обратить внимание властей Санкт-Петербурга Ленинградской области Руководство страны На наши экологические проблемы У нас реально закончилось время на раскачку Нам исправлять проблемы нужно прямо сейчас Спасибо Я приглашаю на сцену Елену Шинкареву Соорганизатора нашего митинга А также активиста Борца против строительства мусоросжигающих заводов Ну и против конечно же свалок На территории Санкт-Петербурга Ленинградской области Елена Добрый день всем Очень рада Видеть здесь уже такое значительное количество людей И с кем-то из вас мы уже знакомы Потому что уже полгода мы Пытаемся вести непримиримую борьбу С возобновлением Проектов мусоросжигательных заводов В нашем городе Это сейчас такая одна из основных болевых точек Для Петербурга И я уверена для Ленинградской области тоже История эта началась еще лет 10 назад Много лет наши власти вообще Скажем прямо не заморачивались вопросом Утилизация отходов Благо место позволяло Сваливали все отходы Петербурга в Ленобласть И наконец, когда поняли, что места уже скоро не останется Ни в Петербурге, ни рядом Они выбрали наименее приемлемый И наиболее опасный для экологии Для людей путь Они решили продвигать мусоросжигательные заводы И при этом все время ссылаются на просвещенную Европу И говорят о том, что там такие заводы есть Но забывают сказать одно Что Европа, да, наступила на грабли мусоросжигания И началось это еще лет 50 назад Но в то время в Европе Очень мало еще было изучено Во всем мире такое понятие, как диоксины И широко известно стало, что это такое Какая это опасность Только, наверное, после печально известной войны во Вьетнаме Когда американское правительство Применяло химическое оружие Против жителей Вьетнама И самым страшным видом этого оружия Был так называемый оранжевый агент Может быть, кто-то о нем слышал Основным токсичным компонентом этого вещества является диоксин И это привело к гибели большого количества людей Но помимо этого привело к тому, что до сих пор 40 с лишним лет спустя во Вьетнаме рождаются дети С чудовищными аномалиями и генными мутациями Потому что диоксин – это вещество, которое накапливается в организме человека Передается вместе с генами И приводит к чудовищным врожденным уродствам Также провоцирует развитие рака И это тот подарок, который сегодня нам готовит наше правительство Уже зная, какие чудовищные последствия Влекут за собой диоксины И, конечно, мусоросжигательный завод рядом с домами Это не только диоксины Это вся таблица Менделеева Которая регулярно будет поступать в воздух, которым мы дышим Отравляет почву и воду И сейчас главное, что мы не можем допустить Это строительство таких заводов, мусоросжигательных заводов Как бы их ни пытались называть В черте нашего города И также в Ленобласти Это недопустимо Это тоже густонаселенный район И нам говорят А что вы предлагаете делать? Куда девать мусор? Просто сваливать на полигоны? Нет Это тоже категорически неприемлемо Именно поэтому сейчас Наше первое требование на этом митинге Это, наконец, ввести обязательно раздельный сбор Ленобласть уже прислушалась к своим гражданам немного Они уже начали это вводить Обязали регионального оператора К двухконтейнерной системе Мы ждем того же, как минимум, от правительства Санкт-Петербурга Надо, наконец, начать сортировать и перерабатывать свой мусор И мы категорически против захоронения Либо сжигания органических отходов А это половина отходов нашего города Это пищевые отходы, это органика Их необходимо перерабатывать в компост Нам говорят, что такие технологии нерентабельны Ну так, господа, найдите средства На то, чтобы поддерживать переработчиков органики Вместо того, чтобы строить дорогие И чудовищные по своей вредности мусоросжигательные заводы Вот что вы должны делать И последнее, что хотелось бы сказать Сейчас у нас, как мы все знаем, предвыборный год Наверное, поэтому немножко больше внимания уделяется В том числе экологическим проблемам И здесь наверняка присутствуют господа из разных комитетов Так вот, господа, займитесь уже территориальной схемой города Предусмотрите в ней раздельный сбор И нормальную переработку отходов И не пытайтесь продвигать мусоросжигательные заводы Они не пройдут ни в Петербурге, ни в Ленобласти Граждане будут против И если вы хотите остаться на своих постах И показать, что вы хоть немного достойны доверия граждан нашего города То действительно засучите рукава И делайте то, что нужно для города и для его жителей И последнее обращение Это к нашему временно исполняющему губернатору города Беглову Александру Дмитриевичу Мы очень надеемся, что вы Также покажете, продемонстрируете Жителям нашего города В этот предвыборный год Что вы не очередной временщик, назначенный сверху А что вы действительно хоть немного радеете За судьбу этого города и его жителей И что вы достойны нашего доверия В преддверии приближающихся выборов Спасибо за внимание Да, мы действительно плохо себе представляем То, как у нас обстоят дела С экологией нашего города Потому что у нас нет такой В общем-то понятной обычной штуки Под названием мониторинг И вот я приглашаю Депутата законодательного собрания Кихонову Надежду Геннадьевну Которая как раз и расскажет вам А как же сегодня обстоят дела с этим И как ЗАГС видит эту ситуацию Добрый день, участники митинга Первое, что мне хочется сказать Партия «Справедливая Россия» поддерживает Всероссийскую акцию «Экопротест» Во всей стране сейчас проходят аналогичные митинги Каждый россиянин, каждый петербуржец Имеет право на благоприятную окружающую среду Мы знаем, что север города задыхается от вони Это и полигон, это и иловые осадки водоканала Это и дорога, кат Мы понимаем, что 85% выбросов в атмосферу Это автомобили И вот как странно получается Вонь есть, а норматива запаха нет Профильная комиссия по экологии Которую я возглавляю Ведет очень активную работу в этом направлении Ни одна комиссия уже была посвящена этому вопросу Действительно такого норматива нет, но он нужен Он нужен для людей, которые покупают жилье Вблизи таких мест, где есть полигоны Или где они в будущем будут создаваться Хотя я очень надеюсь, что все-таки Раздельный сбор среди населения будет внедрен И у нас есть федеральный закон И надеюсь, что наши органы исполнительной власти Все-таки будут ему следовать Нам нужна нормальная программа Обращения с твердыми коммунальными отходами Региональная программа У нас ее нет в городе Мы поддерживаем вас, мы работаем для вас И раз мы сегодня здесь, это значит, что мы не смирились Мы будем требовать Нет уплотнительной застройки Нам нужно сохранять те зеленые зоны, которые сейчас есть Нет бездумной трассировки восточно-скоростного диаметра Я знаю, что вы боретесь за удельный парк И нужно создавать новые территории Новые территории также в каждом квартале Сейчас есть очень много микрорайонов, где внутри кварталов нет ни одного зеленого клочка земли И это печально Поэтому мы сегодня здесь и будем дальше продолжать бороться Спасибо за внимание, спасибо вашей гражданской активности И еще впереди муниципальные выборы Хотите менять эту жизнь, идите во власть И идите и голосуйте за тех людей, которые работают ради людей Спасибо за внимание Друзья, мы начали уже собирать подписи под резолюцией нашего митинга Вот у нас есть девушка Ольга Она находится вот там, дальше, где скамеечки Пожалуйста, вы можете ознакомиться с текстом резолюции И, если вы согласны, подписать нашу резолюцию митинга Я приглашаю на сцену еще одного представителя ЗАГСа Санкт-Петербурга Ходунову Ольгу Архиповну Она расскажет нам о том, как сегодня обстоят дела с экологической экспертизой И какие проблемы есть на этом поприще Уважаемые товарищи, уважаемые друзья Вы знаете, если бы нас сегодня не собралось не 200-300 человек А 2, 3, 5 тысяч Как вы думаете, нас власть бы услышала? Да! Услышала бы Смотрите, Северодвинск Собрал 15 тысяч человек Архангельск 5 тысяч человек Россия поднимается Россия понимает, что нельзя отдавать наши леса Наше богатство водное, реки и озера Нельзя отдавать чинушам на разграбление На то, что они набивают карманы нашим достоянием Тем, чем мы с вами богаты И уничтожают леса Уже сегодня говорили В Российской Федерации только 20% вырубленного леса идет на восстановление А почему соседняя Финляндия 80% восстанавливает? Почему? Почему наши черные лесники продолжают губить наши лесные массивы И не платят в бюджет ни копейки, ни рубля Безответственность, некомпетентность, коррупционность и воровство Вот киты, на которых стоит нынешняя власть И это не дает нам возможности изменить ситуацию И только наш совместный протест Может открыть, по крайней мере, заслон К ушам и глазам исполнительной и законодательной властей Позволит правящую партию Услышать те беды народа О которых сейчас вы здесь говорили Когда у нас рождаемость И смертность Дисбаланс Превышает смертность 200 тысяч 200 тысяч населения только за 11 месяцев Ушло из нашей жизни И это меньше, чем родилось И это официальная статистика Да, экспертизу нужно делать Экспертизу нужно делать На каждом этапе любых проектов А у нас есть вообще доступ к этим экспертным заключениям? Нет Мы строим дома Мы строим заводы Мы строим перерабатывающие заводы в том числе А экспертного заключения эффекта Что она даст Что дадут эти заводы Нам, нашей экологической безопасности Нашей природе Должен быть доступ к этим проектам Должна быть экологическая экспертиза Каждого проекта И безусловно Та застройка, которая ведется в Санкт-Петербурге Должна быть Ну, по крайней мере, нормативна Может ли переварить наш город Вот эти джунгли Огромные каменные джунгли Проблема цепляется одна за одну Но только мы вместе Сможем решить этот клубок проблем Разработана программа Российской Федерации Экологическая Три года она якобы действует Выделены огромные деньги Скажите, пожалуйста Мы чувствуем результаты? Вот мы здесь Мы здесь Вот я вижу чудесный плакат Капиталу прибыль Народу гибель Вот пока действует капитал Народу будет гибель И контроль мы должны Поставить и заслон На пути этого капитала В нашем единстве Наша сила И спасибо вам За то, что вы так активно Боретесь за будущее наших детей Спасибо Ну, а кто лучше разбирается В проблемах экологии Чем не профессиональный эколог Я хочу представить вам человека Который много лет Отработал на этом поприще И сейчас продолжает этим заниматься Как он себя называет Народный эколог Сергей Грибалев Ура, Сергей Здравствуйте Здравствуйте Очень рад вас видеть Рад видеть питерцев Жителей Ленинградской области Что снег не испугал Мы все здесь собрались И самое главное Тезис сегодняшнего собрания То, что Митинговать за экологию Это не страшно Нас, видите, сейчас Всех не сажают в автозаки Полиция нам помогает Следить за порядком То есть За экологию бороться Это не страшно И я призываю всех Питерцев Жителей Ленинградской области Чтобы мы собирались Как можно больше Чтобы власть видела Что мы сплоченные Мы любим нашу природу Мы любим наш город Мы любим нашу Ленинградскую область Поэтому мы вместе Мы едины Едины как граждане Как гражданское общество Мне предоставлена честь Кратко рассказать Что же у нас творится В Ленинградской области И в Санкт-Петербурге С полигонами Со старыми полигонами Которые Отравляют жизнь И питерцев И жителей Ленинградской области Так вот Я вам хочу сказать Что сейчас Идет Мусорная реформа Старт которой дал Президент И поручил Проведение Этой мусорной реформы Региональным властям И Министерству природных ресурсов Так вот Это экзамен Который они Стреском Провалили Провалили Потому что В Ленинградской области И в Санкт-Петербурге За последние 5-10 лет Не сделано Ничего Все это только Гражданские инициативы Низкий поклон Жителям Питера и области Которые Занялись Раздельным сбором Мусора Которые двигают Эту тему Потому что Только они Только Обычные люди Продвигают это Власти Отмежевываются Смотрят Как это все Будет происходить Рассуждая Готовы Или не готовы Мы За то Чтобы жить Цивилизованно И спасать Нашу природу В Ленинградской области Сейчас выбран региональный оператор У которого постоянно Горят полигоны Этот региональный оператор Аффилирован с властями Ленинградской области То есть Они продолжают Наступать на те же самые Грабли Причем Это уже идет Не пятый А уже десятый раз Что говорит О их Либо профессиональной Неполноценности Либо обумственной Неполноценности Поэтому Здесь много было сказано Про выборы Я также призываю вас На выборы В Ленинградской области И пора Наконец Показать властям Которые сейчас Управляют областью О том Что мы Не хотим жить на помойке Не Ленинградская область Не Питер Это не помойка Мы должны Дышать чистым воздухом Мы должны Беречь нашу природу Данную нам Богом И нашими предками Ленинградская область Пережила страшную войну И Питер Пережил страшную блокаду Так не дадим же Опозорить наш город Перед нашими Предками И последующим поколениям Еще раз повторяю Мусорная реформа Сейчас идет Она пробуксовывает Федеральные власти Депутаты Госдумы Делают все возможное Для того, чтобы Этот паровоз Наконец Встал на правильные рельсы И пошел В нужном управлении Со стороны региональных властей Мы видим Постоянный тормоз Поэтому только мы Нашими митингами Выступлениями Одиночными пикетами Недоверием региональным властям Или указаниями Как надо правильно работать Сможем Решить эту проблему Спасибо вам большое Спасибо еще раз Что сюда пришли Я как эколог Профессиональный Буду всячески поддерживать Население Питера И области Поэтому у меня Горячий телефон Звоните В любое время Дня и ночи Приеду с лаборатории И буду отстаивать Ваши права Спасибо Если бы только свалки Были у нас проблемы В Ленинградской области К сожалению у нас И свалок много И проблем много Вот есть такой еще аспект На который Следующий спикер Обратит ваше внимание И расскажет Это сжигание отходов В Ленинградской области Причем опасных Медицинских отходов Я приглашаю Членов общественного Экологического совета При губернаторе Ленинградской области Юрия Квашун Здравствуйте друзья Защитники Города Санкт-Петербурга И Ленинградской области Я бы сказал От надвигающейся Мусорной Экологической катастрофы В этих регионах Я действительно Давно занимаюсь Достаточно давно Для меня это Около пяти лет Проблемы экологии В Ленинградской области И я расскажу О положительном опыте Взаимодействия С органами власти Это в первую очередь Губернатор Ленинградской области Это профильный комитет Эконадзора Это Росприроднадзор По Северо-Западному Федеральному округу Управление Роспотребнадзора По Ленинградской области И другие органы Которые подключались В этой непростой работе Непростой Потому что На каждом шагу Нас ждет что? Угроза Полный игнор И бизнес-капитал Который продвигает Свои интересы И вот в этих взаимоотношениях Самое главное Это поставить Правильный акцент На проблеме Донести до органов власти Уполномоченных Решать проблему Что эта проблема И их тоже Она касается Их семей Лично их здоровья И она Составляет то Что будет называться Им будущим Либо это свалка Либо это нормальная Полноценная Здоровая жизнь У меня есть Положительный опыт Взаимодействия С этими органами власти О которых я сказал выше По работе Над проблемой Полигона Красный Бор Полигона Который не построился И планировался Городом На 200 тысяч Тон отходов В районе поселка Гладкое Тосинского района И сейчас Я занимаюсь Также проблематикой Обращения С медицинскими отходами Незаконного обращения Подчеркиваю С медицинскими отходами На территории Городского поселка Федоровское Тосинского района Действительно Природа лечит Так сказал Древний философ Известный Целитель Лекарь Древнегреческий Гиппократ Который Всегда призывал К здравому смыслу К благоразумию Человека А врач Лишь помогает Этой природе Но сейчас Экологическая обстановка В регионах Фактически доведена До красной черты Зашагнув За которую Мы окажемся Все В помойке Где болезни Где смерть Массовая гибель Населения И угроза Нашему будущему Нашим детям Проблема в том Что Где-то из Вот этих 5-8 миллионов Тон отходов Которые идут Ежегодно Из города Санкт-Петербурга На свалки Ленинградской области Мало что перерабатывается Это так Отрась Фактически Не существует Разные органы Власти Пытаются ее Разными способами В том числе Вливанием Бюджетных средств Создать Но Не работают Механизмы Потому что Они неэффективны Есть лобби Мусорные лобби Огромные лобби На уровне И депутатов Госдумы И членов правительства Разных уровней Федерального Регионального Которые Продвигают Свои бизнес Интересы Но я хотел Сказать Что В этой всей Свалке Этих 5-8 миллионов Тон отходов Которые Уничтожают Наши жизни Есть небольшой Процент Это порядка 0,1-0,2 Процента То есть Порядка 6-5-6-8 Тысяч Тон отходов Медицинских Опасных Особо опасных И Токсикологически Опасных Отходов Их небольшое Совершенное количество Способно Уничтожить Этот город И этот город И этот регион Балтийских Регион в целом Мало кто Знает Об этой Проблематике Но Оказывается У нас Необеззаражен То есть Инфицирован Супер Опасными Отходами Медицинскими Отходами С возбудителями Чумы Холеры Разных Вариантов Гепатита Даже Сибирской Язвы Отходы Оказываются Просто На земле На земельном Участке 44 сотки В Федоровском Городском Поселении Там хранятся Загрязняют Почву Грунтовые Воды Сжигаются Незаконно В печке Буржуйки Двукаверки И фактически Основная Масса Этих Отходов Обеззрежется На бумаге Почему? Потому что Они Переупаковываются Забираются С медицинского Учреждения Как ТКО И везутся На полигоны ТКО Нет никакой Сверки Они там Растворяются В этой Огромной Массе Мусора Загрязненного И зараженного Самыми опасными Возбудителями Инфекционных Заболеваний И эта Чума Ползет Каждый день Квартиру Каждого из вас В том числе И губернатора И председателя Комитета Ответных И членов Значит Профильных Комиссий Разных Представителей Законодательных Органов Власти Угроза Эта Никого Не обойдет Стороной Есть Конечно Самый Простой И напрашивающий На сегодняшний День Выход Это Максимально Обеспечить Контроль За перемещением Отходов От точки Их образования До точки Размещения И это По силам Нашей власти И в резолюции Которую вы Сегодня подпишите Там четко Прописан Механизм Нужно Аккредитовывать Организации На региональном Уровне Которым Можно Доверить Перемещение И обезвреживание Этих отходов Особо опасных Медицинских отходов Которые На сегодняшний день Составляют Большую угрозу Чем вся Эта мусорная Чума Которая Двигается Из области В виде ТКО Из города В область В виде ТКО Поэтому Только Если Органы власти Услышат Наш Этот призыв Я на это Очень рассчитываю Будут назначены Уполномоченные Органы Власти Отраслевых Комитетов Значит Или же Может быть Созданное Отдельное управление Которые будут Регулировать Полный цикл Обращения Медицинских Отходов От Их Образователей До Точек Размещения Причем Финансируется Вот это все Коррупционные Действия Противозаконные За счет Бюджетных Средств За счет Средств Которые Медицинские Учреждения Подконтрольные Комитеты Здравоохранения Санкт-Петербурга И Ленинградской Области Направляют На вот эти Фирмы Однодневки Которые Манипулируют Нашими Деньгами И нашим Здоровьем И наносят Вред не только Окружающей Среде Но и создают Реальную Угрозу Чрезвычайной Эпидемиологической Ситуации На территории Двух регионов Поэтому Друзья Я скажу В заключение Следующее Никогда не проходите Мимо любой свалки Любого нарушения Экологического Законодательства Общественно В моем лице Готовы принять Любые заявления Подключиться К проблематике Территории И помочь вам Уже на базе Имеющей практики Рационального И положительного Взаимодействия С этими органами Власти Когда пресекались Такие нарушения И спасибо Что вы здесь И зовите всегда Своих друзей Знакомых Рассказывайте Своим детям Ваши дети Это те люди Которые станут На ваше место Когда вы Ставите старыми Больными И не способными Вести свою борьбу Которую вести Нужно каждый день Чтобы спасти Свою жизнь Сжечь своих семей Спасибо История Попыток строительства Сжечь что-нибудь У нас имеет Очень такой Давний Наверное Корни Долгие корни И вот сейчас Я хочу пригласить На сцену Человека Который Наверное Одним из первых Начал эту борьбу Еще когда хотели Построить Мусоросжигающий завод На Волхонке Общественного деятеля Член инициативной группы Нет Мусоросжигательного завода На Волхонке И представителю партии Роста В ЗАГСе Павла Кондрашова Пожалуйста Добрый день Дорогие друзья Власти России Бездействуют В продлении Утилизации Мусора Программа В регионах Полностью Проварилась В мегаполисах В городах Миллионниках Она даже Не начиналась Мы требуем Как жители Юго-Запада Запретить Сброс От промышленных Предприятий Иных Предприятий Водоемы И реки Нашего города Мы требуем Полностью Запретить Строительство Мусоросжигательных Заводов В территории Санкт-Петербурга Также я призываю Вас Активисты Нам согласовали Только Удельный парк Мы подали На 6 площадок В центре города И власти Не слышат И бездействуют Мы обязаны Добиться Согласования Большого Митинга Экологического В центре Нашего города Я хочу сказать То что Партия Рост неоднократно Боролась С этой проблемой С проблемой Мусоросжигающих Заводов На территории Санкт-Петербурга И сегодня Мы должны Стать все вместе Нас должно быть Минимум В два раза больше И выступить Поднять эти проблемы Выступить На федеральном уровне Россия Не помойка Петербург Не свалка Спасибо А вы знаете Что у нас есть Еще и друзья В борьбе За чистый воздух Это вот Как ни странно Может быть Все не знают Об этом Только может быть Некоторые Это деревья И вот о том Что у нас Сегодня происходит С деревьями В нашем городе Нам расскажет Основатель движения Красивый Петербург Координатор Зеленой коалиции Красимир Вранский Друзья Для меня большая честь Сегодня стоять Вместе с вами В поддержку Наших сограждан Из Архангельской области Которые столкнулись С мусорной проблемой На самом деле Здесь в Петербурге Нам тоже хватает проблем И я как раз Хочу рассказать По поводу ситуации С вырубкой деревьев С состоянием парков На сегодняшний день 70 зеленых территорий Находится под угрозой Застройки Мещадно вырубается И уже идет строительство Даже здесь В Будельном парке Где мы сейчас находимся Хотят вырубить Зеленую полосу Чтобы здесь построить магистраль До сих пор Существует такая угроза А что они сделали В Юнтовском заказнике Рядом Под предлогом Организации Парка Вырубили 16 тысяч Деревьев А как узнали Жители Приморского района О том По поводу свалки Новоселки Так там вырубили лес И воня Которая шла От этой свалки Ничего не препятствовало Дойти До Живых домов И люди Сами вот эту вонь понюхали И подобных проблем Очень много Ежегодно Вырубаются Тысячи деревьев Или же Обрезается Их крона И остаются Голые столбы И это делается Не потому что Они Больные Или сухие Нет Потому что На этом зарабатываются Деньги И здесь Понимаете Суть одна Есть некий Бизнес Который Просто Ради своей Прибыли Ради получения Денег Уничтожает Наш город Мне это Надоело А вам? Да Друзья Даже сегодня Когда мы собирались Здесь Павел сказал Мы подавали На несколько площадок Здесь сейчас Находятся с нами Сотрудники комитета По законности Которые По надуманным Причинам Нам запретили Встречаться в центре Мы сейчас Наши люди Проверили площадки Никто там Никакие фестивали Ничего не проводит Там где говорили Что Должны Проводить Какие-то Строительные работы Эти работы Будут Или в будущем Или уже Давным-давно Прошли Боятся Провести Нормальный Митинг В центре Власть Сменилась Якобы у нас Новый губернатор Якобы у нас Новый Председатель Комитета По законности Но все То же самое Вот эта Тарахтелка У нас здесь Она Глушит Связь Вы посмотрите Сколько Полиции Здесь Сколько Автозаков Зачем Они вообще Здесь Нужны Не Объясните Здесь Мои коллеги Сказали Якобы Надеяться На новую Власть Я Друзья Не надеюсь Она Бесполезна Они даже Убрать Город Не могут Друзья Поэтому Я решил Выдвинуться В губернаторы Санкт-Петербурга Друзья Я хочу Защитить Все наши Зеленые Территории Придать им Охранный статус Запретить На них Строительство Чтобы О них заботились Чтобы О них Приумножались Я хочу Чтобы Все Проблемы Которые Сегодня Поднимаются На этом Митинге Все Проблемы Которые Войдут В резолюцию Чтобы Они Решались В приоритетном Порядке Потому что Это Экология Города Это Наше Здоровье Я Хочу Идти И решать Проблемы А не Слушать Обещания И Запугивать Нас И куда-то Свозить В леса Вы за Это Да Друзья Нужно Понимать Что Я Кандидат Несогласованный Я Какое-то Благословление Из Кремля Не получал За мной Не стоят Властимущие Или какие-то Олигархи За мной Стоят люди С проблемами Люди Которые Хотят жить В лучшем Городе И Борьба Будет Неравной Но Нужно Бороться Чтобы Хотя бы Иметь Шанс Победить И для меня Большая честь Встать на этот Путь И бороться Петербург Наш город И нам Решать Каким он Будет Это Наш Город Это Наш Город Наш Город Это Наш Город Друзья Спасибо вам Большое Меня зовут Красимир Вранский И я Выдвигаюсь Губернатор Санкт-Петербурга Ура А мы снова Переносимся В Ленинградскую область В которой у нас Также есть Большое количество Проблем У нас есть Такой район Все его знают Девяткино Район Такой большой Так застроен И в нем Столько Нерешенных Проблем И вот сейчас Об этих проблемах Этого района Нам расскажет Общественный Активист Участник Организации Совет Домкомов Екатерина Чирикова Пожалуйста Всем добрый день Хотелось бы сказать Пару слов Об основных Экологических проблемах Района Девяткино Это не только Новая Девяткино Это и Мурино И Бугры Все мы близко Все мы рядом Все проблемы У нас общие Основных три Первое Это размещение Близи Жилой застройки Мусорожигательного Предприятия ООО Петросервис Предприятие работает С многочисленными Нарушениями Боремся мы с ним С весны прошлого года С переменным успехом За это время Организовали пикет Сбор подписей Среди жителей Нового Девяткина и Мурина Жители массово Писали напрямую Линию с президентом Активисты Поднимали этот вопрос На совете Новостроек С губернатором Но все Что мы имеем На сегодняшний день Это устное Обещание Губернатора Дрозденко Перенести Предприятие На расстоянии Не менее 30 Км от Санкт-Петербурга Обещание устное То есть Мы ждем Официальное Какое-то письмо Пока дано Только поручение Комитету экологического Надзора С помощью Круги Днеградской области Подобрать Подходящий участок Подберут ли его И перенесут Мы пока не знаем Второе Это отсутствие В новом Девяткина Очистных сооружений У нас Старый фонд Не обеспечен Подключением К очистным сооружениям И сброс Неочищенных стоков Производится На рельеф На рельеф Это означает Капралев ручей Дальше Вохту В Неву И Финский залив Новые дома У нас Подключаются К очистным сооружениям Государственного института Прикладной химии В Капитолова Уже много лет Говорят Что они исчерпали Свои ресурсы И новые дома Туда подключать нельзя Тем не менее Каждая новостройка Которая не может Быть сдана В эксплуатацию Без подключения Формального на бумаге К очистным сооружениям У нас Именно на бумаге Как жители В основном считают Подключаются Именно к ним Чего удалось добиться Добиться удалось Немногого Которая обязала Администрацию Нового Девяткина Обеспечить Подключение Всего жилого фонда К очистным сооружениям С тех пор У нас Пять проваленных Конкурсов На проектирование И на сегодняшний день Поэтапная разбивка Проектировочных И строительных Работ С конкретными сроками Согласно ей Очистные сооружения Должны быть Сданы в эксплуатацию В третьем квартале 2022 года Но только вот сейчас В феврале Должен быть сформирован Участок под их размещение То есть пока нет Даже участка И третья проблема Это общая российская проблема Несанкционированные свалки У нас С весны прошлого года Жители Массово жаловались На систематические Задымления В вечернее ночное время Запахи Жженой резины Пластмассы И в мае Были обнаружены Три крупных Места сжигания Отходов В лесополосе Вблизи Бромзоны Северной ТЭЦ С тех пор И размещение Во всем известных В местах сброса Сжигания мусора Фотоловушек Для фиксации В режиме онлайн Нарушений Что можно было Наказывать нарушителей А не писать Нам бесконечные отписки Что да Мы знаем Мусор к вам привозят Его там жгут Кто это делает Мы не знаем Пора узнать Это основные Три проблемы Моего района Я еще раз хочу вам напомнить Что мы производим Сейчас сбор подписей Под петиции митинга Пожалуйста Вот там около скамеечек Есть девушка У нее есть Распечатанные материалы Знакомьтесь Читайте Задавайте вопросы И подписывайте А мы дальше идем Полиэмиранской области Вы знаете Что вот У нас хотят построить Еще одну свалку В Уолы Эко Вот такое вот Загадочное название Ну Хорошо Ее хотят сделать Еще больше наверное Да Вот о том Что сейчас там происходит Расскажет Общественный активист Алексей Струков Алексей пожалуйста Всем добрый день Мы жители деревни Гарблова Всеволожского района Ближайших населенных пунктов Сердце Саленградской области Карельского перешейка Против строительства полигона В Уолы Эко Пользуясь случаем Призываем Роспроводнадзор По Северо-Западному федеральному округу Не принимать положительного решения По государственной экологической экспертизе Которая проходит в данный момент По проекту потенциально опасного полигона Дебова В Уолы Эко С полутора километров от школы Деревни Гарблова На 400 учащихся По проекту Который не прошел Публичное общественное слушание В августе 2018 года Во Всеволожске По проекту Который умышленно Не предоставляется Организации Проводящей Общественную Экологическую экспертизу От нашего лица Но мы не просто против Полигона В Уолы Эко Близ Гарблова Мы против появления И эксплуатации Подобных объектов В любом месте Мы против существующих Устаревших Принципов оборота И обращения с отходами Халатности причастных органов Платентности И самих граждан в том числе Мы против нынешних Принципов появления Отходов Против принципа Производства Экономической выгоды Невзирая на Отрицательную Экологическую составляющую И ответственность за нее Мы за внедрение Раздельного сбора Отходов В каждом дворе Мы за целенаправную Пропаганду Населения И планового Воспитания Молодого поколения В направлении Экологии И охраны Окружающей среды В данный момент Нужно понять Что только прояв Активную гражданскую Позицию И безусловно Действия Мы сложим Преодолеть Совместно Подчеркиваю слово Совместно С органами Исполнительной Законательной Власти Навившую глобальную Проблему Сегодня И ее Возможные Последствия Уже Которые Имеют место Быть И могут Расти Только В геометрической Прогрессии Завтра Будет поздно Нас просто Не заметят В горе В горах Нашего мусора Задумайтесь Какой мир Мы можем Передать Нашим детям И Как мы Можем Ответить На вопросы Как мы Смогли Это допустить Если Вас Не затронула Эта проблема То это Только пока Если Не будет Экологии Ничто Уже Не спасет Будет Экология Спасем Всех Экология Это наша Жизнь Поэтому Этот митинг За жизнь Нет Полигона Свалка Мусоросжиганию До Переработки Раздельному Сбору Спасибо Свалка Это плохо Свалка Это страшно Она большая Она воняет Но вы знаете Бывают такие Ситуации Когда вроде Свалки Под боком Нет А воняет Так Что окна Не открыть Совсем рядом Вот здесь Вот в нашем районе В Коломягах Есть два Асфальтобетонных Завода И вот о том Как жители Пытаются с ними Бороться Сейчас расскажет Наталья Скопкина Адвокат Член Спасской Коллегии Адвокатов Санкт-Петербурга Пожалуйста Здравствуйте Сограждане Единомышленники Открыть в окна Когда в городе Разрешено Только до четвертого Класса опасности У нас предприятие Второго класса опасности Находится в непосредственной Близости От домов Где мы живем По Санкт-Петербурга Защитная полоса Санитарно-защитная полоса Должна быть Не менее 500 метров Причем Наполовину Озелененная Почему-то Каким-то образом Санитарное заключение Было дано С разрешением Сократить Эту санитарно-защитную Полосу До 90 метров 90 метров И от жилых домов 200 метров И причем Там вырубили Половину Даже тех лесов Которые были В 2007 году Когда это санитарное решение Было получено На сегодняшний день По сравнению с 2007 годом Увеличилось Более чем в 15 раз Количество выбросов С этих АБЗ То есть на сегодняшний день Порядка 350 тонн В год Разрешается Выбрасывать Отходов Из них Большей частью Уходит в воздух В виде пыли В виде фенолов Бензопиренов Бензопирен Это первый класс опасности Представляете Это страшнейший Канцерогенный Химический элемент Который вырабатывается В результате продуктов Горения нефтепродуктов И вот с этим мы живем Так самое интересное Что все вот эти страшные Показатели воздуха У нас даже не замеряются У нас рядом стоит Метеостанция На которой замеряется Совершенно небольшое количество Показателей Которые кстати Даже в этой ситуации Превышают Например по фенолу Доказано превышение ПДК 6 Иной раз 40 раз Фенол Доказаны превышение И вот когда мы пытаемся Обратиться Нам говорят А зачем вы покупали Там квартиры Хороший ответ Да? Не надо было там Покупать квартиры Вот 200 метров Пожалуйста переезжайте Это не ответ На сегодняшний день Насколько известно Рассмотрено уже Порядка 63 площадок Для переноса Вот этого завода АБЗ-1 АБЗ-ват Ну ни одна из них Из этих площадок Не подошла Потому что нет Соблюдения 500 метровой зоны А мы живем В 200 метрах Завод Чупачуп Прямо граничит С АБЗ Прямо граничит Пищевое производство Детские сады Школы И все мы в этом живем Так самое интересное Я сейчас скажу 7 ноября 2018 года Арбитражным судом Было принято решение О том чтобы продать В пользу АБЗ-1 Землю На котором она стоит По цене Минуточку 20 миллионов рублей За 3 гектара земли У нас земля стоит Миллион сотку В среднем Рыночная стоимость Аналогичные Земли промышленного значения По кадастру Стоят 300 тысяч рублей Сотку Недалеко тоже В черте города По какой-то причине Кадастровая стоимость Той земли Которую покупает Это БЗ-1 67 тысяч рублей За сотку А нет ли здесь Коррупционной составляющей Органы правоохранительной Прокуратуры Вы наверняка Будете смотреть Наш митинг Проверьте пожалуйста Законность Вот этих вот решений 28 января Апелляционная станция Засилила это решение Теперь город Вынужден будет продать Эту землю Вот по такой цене 67 тысяч рублей Сотку А минуточку Этот асфальтобетонный завод Частично эти земли Заходят в рекреационную зону Зону отдыха Зону отдыха Населения Аздоровительную зону И вот на этой рекреационной земле Будет стоять Асфальтобетонный завод Он и так стоит Но теперь он там будет стоять Еще и на праве собственности Вы понимаете Что в таких условиях Жить очень-очень трудно А кроме того И очень опасно Для здоровья Вот написано Что Питер на первом месте По онкологии Совершенно не удивительно Если у нас такие Вещества летают Там где мы живем Я прошу город Новую власть И правоохранительные органы Обратить внимание На эту проблему Кроме того Что тут усматриваются Такие моменты Как коррупционная составляющая Это нужно проверить Тут нарушение И градостроительных норм И экологического законодательства Пожалуйста Обратите внимание На нашу проблему А я напомню Что один из поводов По которому мы сегодня собрались Это поддержать И продолжать митинги По России В том числе И в Архангельске В Архангельске Где хотят На станции 6 Взять И вырубить Еще больше леса К тому что они вырубили И сейчас И весь сюда Московский мусор Я не знаю Как эту беду Еще описать Наверное Лучше мне Только Мария Расскажет Она Очень болеет За Архангельск И пожалуйста Ей слово Да друзья На самом деле Архангельск Велся Локомотивом Для всей России Он первым Первым Объявил О своей огромной беде После чего Мы узнали Что Московские отходы Едут не только к ним Но и едут В Ярославскую область В Калужскую область Но то что сейчас Творится в Архангельской области Это полнейший беспредел Вполне понятно Обида народа Они Родине что Алмазы Лес Рыбу А им в ответ что Свалку Больные Больных детей Онкозаболевания Совершенно справедливый лозунг Мы вам алмазы А вы нам свалочные газы Власти Нагло Врут Нет никаких Общественных слушаний Нет Никакой Достоверной Информации Болотистая местность Полноводные реки И что Вы Собираются Туда Залить Московские Помои Я действительно Очень переживаю За вас Я С самого начала Когда узнала Это знаете Это очень больно Очень тяжело Очень тяжело И мы никак Этого не можем допустить Сейчас Я хочу Пригласить К микрофону Человека Который сам Из шиеса Который видит Все это Своими глазами И он вам тоже Расскажет Как Как это Больно Уважаемые участники Митинга Здравствуйте Меня зовут Татьяна Соколовская Я родилась Я приехала Из Архангельска Но я родилась И выросла В селе Яренск Ленского района Это буквально В 30 километрах От Урдамы И от Шиеса Где сегодня Ведется строительство Мусорного полигона Для размещения Там отходов Из Московской области Ужасная стройка 5 января Мы с группой активистов Из Архангельска И Северодвинска Ездили На Шиес Своими глазами Видели Масштабы Вот этих вот Гор Площадок Объектов капитального Строительства Дома Вертолетная площадка Какие-то бункеры Которые строятся Неизвестно Что туда будет Размещаться И заливаться Жуткое зрелище Что и какие площади Еще будут Захвачены Под эту территорию Местность Заболоченная Глубина Поверхностных вод До полутора метров Более того Согласно данных Государственной Геологической Экспертизы Выложенной В открытом доступе По всей России Это территория Где с местами Залежания Залегания Залежей торфа До 6 метров Представляете Когда Сгруженные Брикеты мусора Будут уложены Начнут гореть Какая катастрофа Может Постичь Весь север Это не говоря о том Что уже Фильтраты Которые будут Выделяться От пакетов Брикетов Мусора Они все В силу того Что это Там берут Начало Много Мелких Речек Впадающих Вычек Далее Северное Двину Баренцева Море Все это Вся эта Гадость Фенолы Отрава Свалочный Газ Сероводород Диоксины Они все Будут и так Отравлять людей Сегодня Население Наши Я тороплюсь Извините Население Нашего района По онкологии В 3 раза Превышает В целом Уровень По всей области И еще Хочу сказать Средства Массовой Информации Безобразным Образом Искажают Реальную Картину И обстановку Того Что происходит На Шиесе Они представляют Что Только маленькая Кучка Как они Называют Нас Как назвал Нас Губернатор Орлов Это политических Бузатеров Которые Будоражат Все неправда Не верьте Этому Весь район Вся область Протестует Против того Что творится Сегодня На станции Шиес Власти И средства Массовой информации Нагло Искажают Реальную Картину Происходящего Публикуют Гнусную ложь Об участниках Инициативной Группы Чистые Чистые Урдома Я лично Поскольку Там выросла Жила До 2002 Года Я лично Знаю Каждого Из участников Инициативной Группы Это Уважаемые Достойные Люди Не верьте Ни одному Слову Которое Публикует Рентеви Комсомольская Правда Все то Что было Сейчас Выложено В сети Об этих Людях О Светлане Михайловне Бабенко Это ложь Давайте Будем Вместе Мы едины Сегодня По всей Архангельской области Проходят митинги И там Там голосуют И принимают Резолюции Не только За Архангельскую область И за ШИС Но переживают И за Москву И за Питер И за Тамбов И за Костромскую область За Коломну Абсолютно За всех Так что Будем едины Только когда Мы вместе Мы сможем Победить Этот мусорный коллапс Эту мусорную Мафию Да Спасибо за внимание Страна у нас большая Проблем у нас много И вот как-то так Однажды случилось Что кто-то решил Что давайте мы будем Свозить разные отходы В Ленинградскую область Почему-то кому-то Показалось Что это отличное Место для свалки Это место С красивым названием Красный Бор Теперь стало Одной большой Химической бомбой Я приглашаю Председателем Межрегиональной Инициативной группы По экологической Безопасности Санкт-Петербурга И Ленинградской области Викторию Маркову Она сейчас расскажет Что там творится И что мы будем делать дальше Здравствуйте, друзья Здравствуйте Почему-то именно на полигоне Красный Бор Всегда происходит аварий Слышно Включите, метропол Видимо у нас такое Почему-то именно на полигоне Красный Бор Всегда происходит авария Вот и опять Наша общественная организация Занимается Проблемой Наверное Самого страшного полигона В России Полигона Красный Бор Там хранится 2 миллиона тонн Отходов Химических производств Самых опасных отходов С первого по четвертый класс И наш полигон Страшно сказать Существует полвека 50 лет Нам удалось При помощи Роспилотнадзора Закрыть полигон На прием новых отходов Я также являюсь Жителем поселка Красный Бор Который находится рядом С полигоном Но правительство Санкт-Петербурга В ведении которого Находится полигон Вот уже много лет Ничего не делает Чтобы его рекультивировать А только болтает языком Мы слышали от каждого губернатора Буквально от каждого Что полигон будет рекультивирован Теперь мы слышим это От господина Беглова Но даже федеральные деньги А правительство Российской Федерации Готово выделить деньги Оно давно на самом деле Готово выделить их Даже деньги не могут взять Наши горе-чиновники Санкт-Петербурга Для этого нужно сделать Инвентаризацию отходов А они даже не знают Что у них накоплено Два миллиона отходов Документы утеряны Нет ни инвентаризации отходов Нет ни геологического Обследования полигона Нет ни проекта рекультивации То есть даже не могут взять Обещанные уже 40 миллиардов рублей При этом Первое Решение о рекультивации Было принято еще Севчаком И Путин Который был тогда Заместителем Севчака Его подпись стоит Над постановлением О строительстве завода На полигоне По переработке токсичных отходов Было потрачено Полтора миллиарда Проведена проверка Завода нет Проведена аудитовская проверка На 868 миллионов Не предоставил комитет Актов приемки работ И никто не ответил И я хочу сказать Владимир Владимирович Александр Дмитриевич Хватит брехать Пора уже начинать что-то делать Сделайте элементарные вещи Которые вы обязаны Увойте этих импотентов Которые стоят у вас Председатели комитета Руководство полигона Которые не могут Даже провести обследование Это позор Позор города Позор страны Красимер Я готова за тебя проголосовать Только уже сделай Хоть ты что-нибудь тогда Дальше Я хочу обратиться Сейчас к средствам массовой информации Которые здесь присутствуют Я смотрела информационное поле И наша акция Которая проходит по всей России Идет под слоганом Против мусорной реформы И я хочу сказать Что наоборот Люди которые здесь стоят Они все за раздельный сбор Они все за переработку Они как раз за мусорную реформу Они против той вакханалии Которая у нас идет вместо мусорной реформы Фактически фальсифицируется То есть ничего не делается Только повышается тариф Поэтому я прошу СМИ Пожалуйста осветить это Что на самом деле Мы не против мусорной реформы Это делается намеренно Чтобы дискредитировать нас Спасибо вам за то Что вы пришли Я очень надеюсь Что в следующий раз Нас будет много Я очень надеюсь Что будет хорошая погода Но я совсем не надеюсь На господина Беглова Что он уберет 2 миллиона тонн ядов Если он не может справиться со снегом Спасибо Жидкие отходы Это вообще конечно беда Наверное хуже них только газообразные Вот вода такой удивительный Природный феномен Когда она чистая Она несет с собой жизнь Когда она грязная Зараженная Она несет с собой болезни и смерть Я приглашаю на сцену Члена движения Открытая Россия Дарью Виноградову Которая расскажет нам Как же у нас мало осталось Чистой воды питьевой Здравствуйте друзья и коллеги Сегодня моя тема Вода Как ни странно Ее очень много вокруг нас Так кажется всегда С рождения нас окружает Огромное количество Водных ресурсов В Санкт-Петербурге Ленинградской области Финский залив Нева Ладожское озеро Множество озер И водных других ресурсов Но Все ли они чистые Достаточно ли нам Той воды пресной Которая имеется у нас на данный момент Чтобы нормально жить На земле всего 3% ресурсов Пресной воды И то Много из них Уже загрязнены Цивилизация у нас Постоянно Революционирует Соответственно Появляются новые Какие-то Частицы Которые невозможно В биосфере Очистить самостоятельно Одним из которых Является пластик Если крупные частицы Пластика Мы еще с вами Можем извлечь Такие как Бутылки Пластиковые упаковки И так далее То уже микропластик Заставляет нам огромное количество проблем Знаете ли вы что Недавно было опубликовано Институтом Озероведения РАН О том что В Ладожском озере На данный момент В каждом литре воды Присутствует Как минимум От нескольких микрон До 5 миллиметров Микропластика Что это для нас Представляет Спросите вы Представляет Огромную опасность Для нашей жизни Поскольку мы В эту воду Дорогие друзья Пьем В первую очередь Пьем Она нужна нам Для жизни Далее Частицы Попадают Соответственно В почки Представляете Что такое Когда микропластик Попадает вам В почки Он там копится А далее Это извините меня Прямой путь На операционный стол Раньше времени Возможно Для многих Далее Второй вопрос Который Можно поднять Сейчас Острый Он стоит С приближающейся весной Это сточные воды Совсем скоро У нас потепление Совсем скоро С помоек Со стоков И свалок Потекут В реки Огромное количество Воды Наполненной Отходами Соответственно Что мы предлагаем С этим Мы предлагаем Обратить внимание На контроль За Различными Свалками За Полигонами За Предприятиями На тему того Чтобы они На тему того Чтобы они Мы Способствовали Контролю Мы Должны Контролировать То что происходит На этих заводах Иначе Нас ждет с вами Еще больше коллапс Чем имеется На данный момент В заключение Выступления Хотелось бы Наверное Сделать акцент На том Что дорогие друзья Все в наших руках И все в руках Наших детей Нам необходимо Работать над Просветительской повесткой Рассказывать Почему нам необходимо Производить Раздельный сбор Умсора Рассказывать Зачем нам Сажать деревья Зачем нам Защищать Свой родной дом От посягательств Различных людей Которые Не понимают Для чего Мы это все С вами делаем Все в наших руках Так же и наше будущее Большое спасибо Я еще раз напомню Что мы производим Сбор подписей От петиции Нашего Сегодняшнего Митинга Кто еще Не подписал Пожалуйста Идите Пишите Почитайте У нас есть еще Одна Не последняя Конечно проблема Может последняя На сегодня Которую мы успеем Осветить За отведенное нам Рим У нас под блоком Есть Ленинерская атомная станция И у нее есть Тоже свой набор Проблем Об этом нам Расскажет Член Регионального Совета Партии Яблоко Дмитрий Горохов Здравствуйте Друзья Большое вам спасибо Что пришли сюда В воскресенье В отдельный парк Под снегом Вы настоящие герои Спасибо А я хочу попросить Вас переместиться Только мысленно Еще на 70 километров Отсюда В Сосновый Бор Где находится Наша Ленинградская Атомная электростанция Это хорошая И полезная Электростанция Но При этом Это тот самый случай Когда одно Неосторожное движение И проблем С мусором В стране Больше не будет Потому что Может быть Половину Ленинградской области Отдать под мусорный полигон Жить там Будет невозможно При этом Эта Атомная станция Она Находится в таком режиме Как будто Это секретный Военный объект Невозможно получить Информацию Не по финансовым Раскладам Не техническую Какую-то документацию У нас в партии В партии Яблока Есть рабочая группа Которая пыталась Писать запросы И получать Какую-то информацию Но ответом были Только отписки И ссылки на безопасность А тем временем Сейчас На атомной станции Происходят Масштабные изменения Запущен в работу Новый реактор Буквально в декабре Началась процедура Остановки Работы старого реактора Который проработал 45 лет В 2021 году Будет останавливаться Следующий реактор Это значит Что ближайшие Там 10 лет Встанет вопрос О утилизации Там 100 тысяч тонн Радиоактивного бетона Графитовых Графитовой кладки Технологии Утилизации Которых вообще Нету в мире Вот И собственно Что они нам говорят Они нам говорят Вы не беспокойтесь Все будет нормально Доверьтесь нам Но можем ли мы им верить Если нас в стране Воруют на строительстве На вывозе мусора Да на школьных завтраках Можем ли мы быть уверенными Что вот конкретно В этом месте У них все хорошо Можем ли мы быть уверены В том Что эти 100 тысяч Радиоактивных тонн бетона Не будут вывезены В соседний лес И не похоронены Там завернутые в пластик Поэтому мы требуем Общественного контроля За деятельностью Ленинградской ЛАЭС И я хочу обратиться К руководителю администрации Президента Сергею Кириенко Сергей Владиленович Я обращаюсь к вам Когда вы были руководителем Росатома Под вашим руководством Был составлен документ Положение об общественном контроле В атомной области Но когда вы Покинули это место Документ был положен По сукно И я прошу вас Пожалуйста Оторвитесь на время От ваших важных Израильных дел Отложите тот большой Железный ключ К которым вы затягиваете Гайки И добейтесь Того чтобы этот документ Был принят Также Россия подписала Конвенцию СПО Которая требует Участия Соседних стран В аудите На ранних стадиях Всех проектов Связанных с Возможными Экологическими проблемами Также Россия Подписала эту конвенцию Но не ратифицировала ее Также Россия Не подписала Архутскую конвенцию Которая Предусматривает Публичность Касательно Всех Компонентов Сложной Экологической Обстановки Вот Ну и наконец Я хочу немножко Сказать Об Удельном парке Где мы сейчас находимся Это совершенно Чудесное место Это культовое место Для всех организаторов Митингов Потому что Именно здесь И только здесь Власть разрешает нам Проводить Эти самые митинги Сюда посылали Митинги Навального Митинги против Пенсионной реформы И сюда же Послали И нас Потому что Власть понимает Что любой митинг За экологию Это митинг Против власти И если Власть нас не слышит И говорит Идите в Удельный парк Давайте самим Становиться властью Этой осенью У нас пройдут Муниципальные выборы И я уверен Что каждый Из присутствующих Сегодня здесь Гораздо лучше Подходит На роль Муниципального депутата Чем любой Единорос Я призываю вас Выдвигайтесь Становитесь Властью И боритесь За Петербург Спасибо Одно маленькое Короткое выступление Вот мне сейчас сказали Что вот Уже есть реакция На наш митинг Друзья Вот только Вы крикнули Про проблемы Экоуолы Сразу отреагировал Губернатор Ленинградской области Прислал сообщение Полигона На Экоуоле Не будет Ура Поэтому Благодаря вам Это уже случилось Это обещание губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Вот оно здесь записано То есть власти реагируют На адекватные Четкие протесты Которые направлены На защиту интересов вас Граждан Ленинградской области И Санкт-Петербурга Представьте пожалуйста Я же представляю Все раз Я член экологического совета При общественном экологическом совете При губернаторе Ленинградской области Кваша Юрий Николаевич Меня зовут Мы победим Документы хотим Наш митинг подходит к концу Я приглашаю Марию Для того чтобы она Зачитала резолюцию Нашего митинга Греца Что можете Сбегай тогда за ним Друзья сейчас Сергей поможет Пронесет резолюцию Еще раз извиняюсь Подписи будут Сейчас после окончания Выступления Подписи Еще можно будет Записать А сейчас я буду Очень-очень-очень долго Вам читать Вы можете Как раз подходить Пить чай Одновременно слушать Я постараюсь Что-то Может быть Сократить Полный текст Будет размещен В группе И на других ресурсах В любом случае Сможете с ним Ознакомиться Итак Резолюция экологического Митинга Жителей Санкт-Петербурга И Ленобласти Проведенного в рамках Всероссийского Экологического протеста Россия не помойка Мы требуем Разработать программу Сокращения образования Отходов И ввести Обязательный Раздельный Сбор Отходов И вторсырья Для всех предприятий И домохозяйств В том числе Обязательный Раздельный Сбор Опасных И органических Отходов Соблюдая Приоритет Установленный В пункте 2 Статья 3 Федерального Закона Номер 89 Об отходах Производства И потребления Далее Мы требуем Установить Высокие Целевые Показания Введения Обязательного Раздельного Сбора И переработки Далее До достижения 70% Раздельного Сбора И переработки Сырья Ввести Мораторий На строительство И эксплуатацию Мусоросжигательных Заводов И иных Предприятий Все друзья Вы знаете О проблемах Московской области Об их МСЗ Номер 4 Он прошумел Прогремел На всю страну Люди мучаются Болеют Не могут уехать Не могут ничего С этим поделать Далее Мы требуем Отменить Постановление Правительства Российской Федерации 28 февраля 2017 года Номер 240 Об изменении И признании Утратившими силу Некоторых актов Правительства РФ По вопросам Использования Из обновляемых Источников Энергии Распоряжение От 28 февраля 2017 года 354 и 355 Как противоречие Федеральному закону Номер 89 Об отходах потребления И производства Если коротко Об этом можно сказать Мы требуем Отменить Господдержку Мусоросжигательных Предприятий Это вот Ну если совсем Коротко Мы требуем Расширить Список Опасных Отходов Требующих Специального Обращения В частности Включив В него Лекарственные Средства Лакокрасочные Резинотехнические Изделия Вы знаете Что сейчас Раздельный Сбор Можно сдать Отдельно Только батарейки Ртутные Лампы Еще какие-то Мы требуем Чтобы у населения Имело Возможность Раздельно Сдавать И прочие Виды Опасных Отходов Также Очень Сильный Пункт Усилить контроль За оборотом Опасных Медицинских Отходов И прекратить Практику Их Передачи Третьим Лицам Не имеющим Возможности Обращения С опасными Отходами Это то О том Чего О чем Сегодня Говорил Юрий Кваша О том Что у нас На федеральном И региональном Уровне Проблема Утилизации Медицинских Отходов Не решена Запретить На федеральном Уровне Захоронения И сжигания Органических Отходов Прежде всего Нам должны Предоставить Возможность Сдавать Раздельно Органику Это около 30% Нашего Мусорного Ведра Именно Из-за этого Очень многие Беды С полигонами И с Недостатком С отсутствием Раздельного Сбора С органикой Очень много Связано Запретить Производство И использование Опасного РДФ Топлива На территории Российской Федерации Тема Очень глубокая Это нам Очень всем Необходимо Грубо говоря Из мусора Выбираются Те фракции Которые Хорошо горят А это Как раз Перерабатываемые Фракции И предлагается Их использовать В виде топлива Грубо говоря То же самое Сжигание Только сжигание Это происходит Не на мусоросжигательных Заводах А в обычных Коктейльных Забудьте о фильтрах И во всем остальном Поэтому мы требуем Запрет На производство И применение РДФ Топлива Запретить На законодательном Уровне Сжигание Иловых осадков То о чем Сегодня Выступала По поводу Архангельской области Боль души моей Мы требуем Немедленно Остановить Незаконное Строительство Полигона Для размещения Московских Отходов На территории Станции ШИС Ленского района Обеспечить Восстановление Нарушенного Состояния Окружающей среды И возмещение Экологического Ущерба Также мы требуем Предписать Органам власти Москвы И Архангельска Расторнуть Соглашение О вывозе Отходов Из Москвы В Архангельскую Область Заключенная Без учета Мнения Жителей Архангельской Области Далее Предоставить Предприятиям Переработчикам Отходов Производящего Здесь говорится О том Что нужно Предприятиям Переработчикам Предоставить Налоговые Льготы Помощь От государства Далее Не допустить Прекращение Расширенной Ответственности Производителя Сейчас не буду Вдаваться В подробности Они запретили Использование Одноразовых Полиэтиленовых Пакетов Одноразового Пластика Мы также Должны с вами Стремиться К уменьшению Количества И к уменьшению Соответственно Производства Так Следующее Увеличить Расходы На Завоохранение Особенно В части В части Профилактических Осмотров И ранней Диагностики Рака Это необходимо В нынешней Экологической Создавшейся Экологической Ситуации Во всем мире Это необходимо И мы Требуем Того же самого И Последний Пункт Который Мы будем Направлять Непосредственно В правительство Да и президенту Это Вести в школах Уроки экологии Бережного отношения К природе Культуре взаимодействия С окружающей Средой обитания Увеличить долю Социальной рекламы И агитации Направленной На сохранение Природы Чистоты И необходимости Бережного отношения К природным ресурсам Все мы знаем Дети Наше будущее И мы должны Воспитывать их правильно И мы так же Хотим Чтобы и власти Нам в этом Помогали Далее Здесь будет Большое количество Пунктов Которые посвящены Именно Санкт-Петербургу И Ленинградской области О них вы сможете Отдельно Разнакомиться В резолюции Очень здесь Много Долго читать Но это Именно требования О конкретных Предприятиях О конкретных Статусах Земельных участков И так далее Которые сегодня На митинге Мы оглашали Да То есть Волы Эко отдельно О водоканале Отдельно И далее Мы это будем Отсылать Обращение За вашей подписью Также в региональные Органы Власти Друзья Вам спасибо большое Что несмотря на погоду Вы все пришли Я искренне Благодарна Всем и каждому Я обязательно Еще Также напишу Об этом письменном Вы сможете Прочитать Спасибо большое Что выдержали Все это Пожалуйста Грейтесь На этом Наш митинг Я объявляю Закрытым Всем вам Большое Большое Спасибо Россия Россия Не помойка Россия Не помойка Россия Не помойка Россия Не помойка